В этом году пожарные части Приднестровья получат пять новых современных пожарных машин. Автомобили по спецзаказу для приднестровских пожарных изготовили в Китае. В марте они должны приехать в Приднестровье. Полностью переоснастить пожарные части планировали за 9 лет на деньги госбюджета. Но из-за введения Молдовы импортных пошлин велика вероятность, что денег на это не будет. В столичной пожарной части побывала Александра Гашицкая. Начальник управления пожарной охраны показывает новое оборудование. Эти баллоны сжатого воздуха и индивидуальные маски для пожарных купили в прошлом году за счет средств государственной целевой программы по переоснащению пожарных частей. Такие баллоны используют в случаях сильного задымления в каждом четвертом пожаре. Все квартиры сейчас, квартиры, жилые дома напичканы всевозможными пластиками, которые очень опасны для человека. При вдыхании достаточно несколько вдохов и человек может погибнуть, умереть. Поэтому мы используем аппараты сжатого воздуха. Раньше преднестровским пожарным приходилось обходиться советскими противогазами. Они неудобные, к тому же запасных частей для них уже нигде не достать. Как не достать и запчасти для пожарных машин еще советского автопрома. А таких на балансе преднестровских пожарных частей подавляющее большинство. Советское производство получено в 88-м году. Она содержится, конечно, в чистоте, в порядке. Она чистая, она рабочая, но тем не менее она древняя. Получается, сегодня 24-й на дворе и плюс 12. 36 лет, представляете? И она эксплуатируется в очень таких серьезных условиях. Из 65 пожарных машин 61 была сделана еще в советское время. Они рассчитаны на работу в течение 12 лет, но в итоге отработали уже в 3-4 раза больше. За своим автопарком пожарные следят сами. Ищут детали по всему миру и как конструкторы собирают машины, чтобы было на чем приехать спасать людей. Вы сами понимаете, чем быстрее мы приедем, тем быстрее мы окажем помощь. Мы спасем людей от последствий пожаров. Мы спасем материальные ценности. Чем медленнее или же мы поломаемся в дороге, или там случится что-то, то, конечно, это сказывается на наших граждан. Во время съемки мы заметили протекающую крышу в боксах с автомобилями. Столичная пожарная часть построена еще в 80-е. И здание уже давно нуждается в ремонте. Но тут с такими проблемами привыкли справляться самостоятельно. С кровлей мы еще потерпим, а без машин мы никто. По госпрограмме запланирована покупка 29 новых пожарных машин. Первые пять купили в прошлом году. Машины на протяжении нескольких месяцев собирали на заводе в Китае. В начале декабря прошлого года мы ездили на приемку. Все машины были перепроверены. Сейчас они на данный момент идут морем в нашу сторону. Если все будет хорошо, то, я думаю, в первой декаде февраля они уже будут здесь. Эти пять машин уже оплачены и скоро будут в Приднестровье. Что же касается дальнейшей судьбы госпрограммы, она, как и многие другие целевые программы, теперь под вопросом. Молдова стала взимать таможенные пошлины с приднестровских импортных грузов. Кишинев забирает деньги себе. И ничего Приднестровью возвращать не собирается. Александра Гашицкая, Владимир Погоня, ТСВ.